здравствуйте люди добрые вы находитесь на канале голос правда и с вами я его ведущий олег бурылов вчера в омске произошел состоялся митинг поддержку дмитрия федорова невинно убиенного обвиненного в том что он закладывал якобы наркотики я считаю что это все вранье этот парень был подлый цинично убит так называемыми сотрудниками правоохранительных органов это подло и цинично убийство рано или поздно они ответят за это народу пришло мало конечно 50 человек всего где-то около этого 80 подписей в поддержку дмитрия собрали его реабилитации друзья дмитрия собрали мало мало народ спит почему-то молчит я считаю что это резонансное дело должен каждый высказать свою позицию по этому поводу почему я нахожусь сегодня здесь снимая это видео здесь я хочу обратиться к тем сотрудникам которые были причастны этому делу из-за которых погиб дмитрий был убит подло дмитрий потому что это подло убийство безусловно его тело наши нашли под на железнодорожных путях и там было буквально несколько капель крови в теле человека 5 ну у мужчины и говорят что около 6 литров крови в теле женщины по-моему пять с половиной или четыре с половиной литра ну в зависимости от телосложения и всего несколько капель это полная ерунда стоп сто процентов его убили и потом привезли вот сюда на место так скажем на место его тело так скажем где нашли его тело я хочу обратиться к этим подлецам к этим ублюдкам мерзавцы я желаю чтобы вы оказались вот в этом месте или подобным ему это пермский краевой онкологический диспансер я буду молить бога чтобы вы ответили за все свои преступления и за это в том числе я хочу чтобы вы оценили красоту этого места и не там украшено все эти я не буду желать зла вашим близким я буду молиться чтобы бог наказал вас лично за ваше преступление это это циничное преступление вам вовек не отмыться от него теперь хочу обратиться ко всем зрителям подписчикам канала что вам хочу пожелать вам я хочу пожелать делиться своими мыслями говорить о всем зле которая происходит с нами а его сейчас очень много мы не должны молчать если мы молчим то мы идем мы уже пришли по сути в тридцать седьмой год архипелаг гулаг нас ждет нас уже просто убивают нам отрезают головы нам подбрасывают наркотики нас лишают нашего имущества вот как сироту игоря горланова лишили недавно квартиры потом засадили еще псих больницу в своей стране творится беспредел несмотря на все это я хочу сказать вам друзья счастье не за горами рано или поздно счастье посетит и нашу страну мы воспрянем не отчаивайтесь на меня на самого иногда находит депрессия когда разбираю подобные дела не отчаивайтесь россия жива и россия еще будет жить берегите себя берегите своих близких очень внимательно общайтесь сотрудниками правоохранительных органов не давайте ни малейшего повода придраться к вам изучайте законы обязательно особенно кодекс об административных правонарушениях конституцию и желательно еще уголовный кодекс в нашей стране мы обязаны это все знать для того чтобы нас не могли незаконно бросить в кутузку носите телефоны всегда рядом с собой если что-то происходит тут же это снимайте и делитесь этими видео не давайте себя незаконно бросать в тюрьмы убивать себя боритесь боритесь с этим режимом это царство лжи и зла оно все равно рано или поздно погибнет и мы должны приложить все свои усилия для того чтобы оно рухнуло как можно скорее всем спасибо за внимание с вами был Олег Бурылов до свидания хочется добавить ко всему сказанному еще следующее я считаю что Дмитрия Федорова надо обязательно реабилитировать все друзья все родственники Дмитрия должны заниматься этим я также буду говорить об этом всем кстати мой друг Захар Артемьев блогер из Москвы журналист также освещает данную тему рекомендую всем посмотреть его ролики адекватный человек говорит здравые мысли хорошо говорит так как он был журналистом я к сожалению не журналист извините я еще только учусь так сказать хочется принести соболезнования всем друзьям всем близким Дмитрия Федорова и все таки хочется утешить их пусть это все таки слова но я думаю они важны в данном деле я считаю что Дмитрий попал в рай объясню почему потому что он пострадал за правду он сказал о том преступлении которое пытались над ним совершить его за это убили он мученик поэтому я считаю что он сейчас находится в раю это царство царство божие дается мученикам а он мученик говорю это все так же стоя Зархар Артемьев так же говорит стоя это все хочется так скажем поддержать близких Дмитрия друзей и хочу объявить еще минуту умолчания в память о Дмитрии Федорове спасибо за просмотр! До свидания.